Ну, да плачьте, заходите, да заходите. Да, спасибо. Спасибо. Не сидите, очень. Скажите, я положила деньги, даже сейчас я думаю, за гаража платить деньги. Сказали, что проблем со снятием не будет. Я пришла, мне теперь медальница, мне надо быстро делать. Смотрите, банки, безнадренная администрация, сейчас проводится анализ финансового положения, решается, что за дальнейшим делом. Так, а вы кто? Я журналист. А я интервью не даю. Я не беру у вас интервью. Я не беру у вас интервью. В соответствии с законом о СМИ в данном случае, я имею право снимать все, что здесь происходит. Я не даю. Но мне не нужно, не требуется ваше согласие на это. Не надо. Это мне не нужно, ваше. Или будем общаться, давайте нормально, либо... Гормально. Давайте ставить, я съел. Информацию хотите, хочет? Нет, я не знаю. А давайте, я съел. Ну, пожалуйста. Можно получить закрыт. Вот он, видимо, закрывается. А, ну, вы задали, пожалуйста, пожалуйста. Мне тоже чуть-чуть. Мне тоже чуть-чуть. Ваши вопросы, либо вот сейчас будем вот этой ерундой заниматься. Не ерундой. Вот вы не задали вопрос, я подожду, у женщины вперед. Да, конечно, пропустите. Да. Пожалуйста. Решается вопрос. Смой. У меня тоже вопрос частичный. Снятие платы. Ну, у всех частичных. Ну, у всех, кто нас знает. Закрывать тайны, которые собрали, мы понимаем. А зачем вы хотите сейчас снять частичное? Ну, нет, у каждого есть какие-то определенные желания, требования. Смотрите. В банке недостаточно средств на счет для удовлетворения всех требований. Есть статья 855 Гражданского кодекса, согласно которой осуждается полтсежи. Все ваши полтсежи, соответственно, с пятой очереди заключаются. Сейчас идут расчеты по третьей, начинается расчет, с четвертой очереди. Все. А как? Что написать надо или что? Или сутки? Как? Как это? Что учить? Ну, за 26-го надо было оплатить. Я же не знал, что это в банке. Ну, вот. Как у них теперь, ребят? Пишите 5 минуты выступления. Меня зовут Виктор, являюсь вашим платчиком. Фамилия моя Полозов. Я оформил вам, соответственно, заявление. Зарегистрировал его в канцелярии. Озвучу. В соответствии с положением Банка России от 9 ноября до 2005 года, до 79, по временной администрации по управлению кредитной организацией, мне необходимо сейчас 120 тысяч рублей. Деньги мне необходимы для возврата займа физическому лицу, а именно Воронину Станиславу Михайловичу, который истекает срок 22 апреля, то есть завтра, до 2016 года. Несвоевременный возврат займа повлечет для меня убытки, предусмотренные договором займа, что, в свою очередь, будет являться основанием для моего обращения в судебный орган с исковым заявлением в банку или по временной администрации. Для возмещения убыток в связи с нарушением срока выдачи банковского вклада и привлечения банка к ответственности в виде обязанности заплатительной стойки в размере 3% от суммы вклада за каждый день задержки, предусмотренной пунктом 5 статьей 28 Закона о защите прав потребителей, поскольку к отношению между банком и вкладчиком потребителем применяется именно эта специальная форма, а не общая в правилах. Закрепленные в статье 856, следующей статье, которую вы озвучили, Гражданского кодекса, определение Верховного суда Российской Федерации от 14 июля 2015 года за номером 13КГ 15-3. Значит, прикладывая к своему заявлению договор займа между физическими лицами, которым все условия указаны, такое обращение заявлению в вожадость направлено. Поэтому прошу, конечно, рассмотреть, как можно в кратчайшие сроки, потому что понимаете, что каждый день я, соответственно, буду нести убытки. Сейчас я нахожусь в таком физическом состоянии, что чувствую, что у меня поднимается давление. После этого я планирую поехать к доктору и, соответственно, взять справку о своем неблагоприятном состоянии для того, чтобы еще возместить моральный ущерб. Спасибо за внимание. Как вы думаете? Можете написать заявление. Может быть, вы разрешите выдачу? Я не могу разрешить выдачу. Вы видите, на это право. Как можете так... Во-первых, хотели бы мы ознакомиться здесь и присутствующий об официальном распоряжении ЦБ о приостановлении всех финансовых корпораций касательно данного банка. Приостановления операции нет. На каких основаниях вы прекращаете выдачу вкладок, если приостановление? Нет, прекращаем. Операции нет. Мы проводим операции в соответствии с очередностью. В соответствии с очередностью, отлично. То есть специалисты, работающие в БФГ, кредитбанк, вводят в заблуждение своих вкладчиков, высказывая им, что у нас ведеоарминистративник, и все операции у нас остановлены. Во всех отделениях. Мною были вчера проеханы и на первую дачную, и в Энгельсе, и здесь. Правильно. Да, хорошо. То есть, соответственно, еще и вводят в заблуждение на вкладчиках специалиста БФГ, кредитбанк. Если же у вас нет ограничений на финансовое исполнение этих операций, я прошу, в свою очередь, осуществить выдачу каких-либо вкладов в частичном размере. В частности, прошу за свой вклад. Если вы не останавливаете операцию в банке. Оставляйте заявление, будет раз ввод. Да, спасибо. Заявление в канцелярии за номер. Равни ввод. Сколько я вам знали? Произвольные вводы. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Вам было четыре дня назад. Хорошо. Когда я получил деньги? У меня вклад закрыт. И я не хочу быть среди кредиторов вашего банка. Процены для меня не идут. Задержание закончен. Денег и средства везут. Да, конечно, мы понимаем.